Добрый день, с вами Лейко Татьяна, аналитик компании FIBA Group. В этом видео мы поговорим о правилах открытия сделки и о понятии кредитного плеча. Мы говорили о том, что мы можем понести издержки и оговаривали их сумму, но вы еще не понимали, как возможно рассчитать их объем и как научиться их контролировать. Давайте вернемся к тому моменту, когда мы решили покупать актив фунт-доллар. Цена у нас была на отметке 1.4610. Мы решили, что стоп-лосс или же защитный ордер мы поставим на 100 пунктов ниже цены, то есть направлении противоположным желаемому. Эти 100 пунктов и есть 10 долларов в переводе на денежный эквивалент наших возможных издержек. Давайте посмотрим, что же было дальше. Цена действительно пошла вниз, но не затронув наш защитный ордер, начала двигаться вверх, далее снова развернулась и пошла вниз. В этот момент мы были в убытке, но до нашего защитного ордера еще оставался запас пунктов. Надеюсь, вы понимаете, что рынок не двигается линейно. Рыночная цена имеет зигзагообразную траекторию. Сейчас вы в плюсе, а через час уже в минусе. Поэтому очень важно иметь железную выдержку и четко выдерживать намеченный план. Если вы бы срусили и закрыли позицию, то понесли бы убытки и не заработали те 1350 пунктов, о которых мы уже говорили ранее. Но также не стоит передерживать позицию слишком долго и увеличивать свои убытки, в надежде, что пара развернется и пойдет в нужном вам направлении. Управление вашими эмоциями рассматривает раздел психологии, о котором мы поговорим чуть позже. Итак, вернемся к нашему графику. Видим, что после зигзагообразного движения наш прогноз оправдался и актив пошел в нужном нам направлении. Мы рассматривали, сколько вы бы заработали и какие бы издержки понесли торгой собственными средствами. Но на рынке Форекс существует такой распространенный финансовый инструмент, как кредитное плечо. Кредитное плечо – это заемное средство, которое выделяет брокер для торговли. Оно может быть разным, например, 1 к 4 или 1 к 100 и прописывается в контракте с брокером. Что означает кредитное плечо, например, 1 к 100? То, что брокер выделяет вам средства в 100 раз превышающие ваши собственные. То есть вы сможете открывать сделки увеличенным в 100 раз объемом. Давайте на примере нашей сделки рассмотрим торговлю с кредитным плечом. Возьмем, к примеру, плечо 1 к 10. Ситуация та же. У нас три типа депозита – 1000 долларов, 5000 долларов и 10000 долларов. При депозите 1000 долларов и с плечом 1 к 10 мы бы заработали 1350 долларов. Это в 10 раз больше, чем если бы торговали без кредитного плеча. При депозите в 5000 наш заработок бы составил 6750 долларов. При депозите в 10000 заработок бы увеличился до 13500 долларов. Когда мы торговали без кредитного плеча, то наш доход в процентах составлял 13,5. Сейчас же при плече 1 к 10 он увеличился в 10 раз до 135 процентов. Однако мы не должны забывать, что у каждой медали две стороны. Если увеличивается прибыль, то пропорционально увеличиваются и издержки. При депозите в 1000 долларов издержки будет составлять 100 долларов США. При депозите в 5000 издержки будут составлять уже 500 долларов. При депозите в 10000 ваши издержки увеличатся до 1000 долларов. В следующем видео вы узнаете о понятии торговой сессии, о спрейде и о других важных составляющих активного трейдинга. Субтитры создавал DimaTorzok